Вы не слышали, например, о том, что за последние 10 лет было закрыто 700 учебных заведений, из которых 280 школ. Вы не слышали о том, что детская смертность в Молдавии в три раза превышает среднеевропейскую, а по некоторым странам даже в пять раз. Вы не слышали о том, например, что если говорить, допустим, о стариках, то у нас все измеряется в так называемом прожидочном минимуме, который определяется минимальными биологическими требованиями. И на самом деле на этот прожидочный минимум может прожидеть только очень здоровый человек, который максимум в течение года простужается раз или два в год, но не более того. Вы, например, не слышали от этих политиков о том, что в среднем заработная плата у женщин на 20-30% ниже, что им тяжелее. Почему? Потому что они вынуждены совмещать свою работу, как правило, в дискриминационных условиях, еще и с какими-то домашними обязанностями. Это я вам об этом сейчас рассказываю. Нет, подождите, подождите. Так вот, я могу сейчас об этом говорить очень долго. Мы все можем об этом говорить. Так вот, это диагноз, это страшный диагноз, это жуткий диагноз. Вы не слышали от политиков о том, что у нас каждый год теряется 1600 гектаров безвозвратно чернозем. О том, что уровень Днестра снизился с 20 метров в 21 секунду. Заканчиваю. Секунду, я могу это перечитать бесконечно. Я тоже. Вот. Об этом никто, о цифрах никто не говорит. Вначале определяется диагноз и конкретные показатели по направлениям, а потом, исходя из этих ужасных показателей, вырабатываются задачи и меры по сокращению или минимизации, или же наоборот, решению этих конкретных проблем. Вот так это делается. Вначале об этом говорят. Они просто разводят руками, сокрушают. Ой, как плохо у нас живут пенсионеры. И нам не хватает работающих, коих всего лишь 800 или 800 тысяч, на целых 600 с лишним тысяч пенсионеров. Да, 1,4 кондиционера в последние. Что нам надо делать? Вначале признать, что есть такая проблема. Об этом все никто не стесняется говорить. Подождите. А кто из этих политиков, которых вы приглашали, говорит вам о том, что они собираются провести, например, диагностику? Да, диагностику того, что творится у нас в ЖКХ. Кто из них говорит о том, что у нас цены в ЖКХ и тарифы, по мнению многих экспертов, завышены, по крайней мере, на 40%? Они говорят об этом? Не говорят об этом, потому что они даже не срегулировали проблему. А тем более ее диагностировать. Второе. А как формируются цены в области медикаментов? Это доступные средства, да? В области цен на медикаменты. Черт, никто не знает. Но многие эксперты заявляют, что цены там завышены по меньшей мере на 40-50%. Кто проводил диагностику? Правительство собрали эту задачу. А там, например, формирование цен на медикаменты. Все хорошо знают, что источником их являются минимум олигополии, а максимум монополии. И вообще, в республике Молдова, с ее очень небольшим рынком, да? Это классический случай вообще. Для этого не нужно быть семипядей во лбу и изучить докторскую диссертацию по экономике. Любой студент второго курса экономической академии вам скажет, что на любом рынке республики Молдова, любом, в течение года формируется олигополия, в течение двух лет, естественным образом, даже без участия государства, формируется монополия. Кто формулировал эти проблемы? Вначале нужно поставить диагноз, потом сформулировать задачи по, так сказать, лечению этого диагноза с конкретными мерами. Вот так это делается. Продолжение следует...